Болова болит от вас. Да? Да, можно не орать? Выпейте таблеточку. Ты что, совсем что ли охренела, а? Не надо меня снимать, понятно? Снимаю девочек на трассе, а я фиксирую. Ну-ка, зафиксируем туалетчик. Эх, эх, клиента, это какой, а? Моральный, блядь! Это уже их проблема, конечно. Что значит их не проблема? Она защищает детскую просрочку. С 12 месяцев защищает ее. Если она просрочена, да, пускай. А ей насрать на детей, которых она сейчас травит. Она четко сказала в это в камеру. Любая просрочка, она... Как это называется? Настя! 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 Любое тело будет страховаться. Настя, абсурд! Ты застраховала свое тело? Ты мне угрожаешь? Реально, вот этот продукт, вот этот, он должен храниться при температуре до плюс 4. Но этот продукт, он заморожен. Когда продукт должен быть в охлажденке. Нему продалевают срок годности, таким образом. Вот эти два продукта должны быть охлажденные. Вот такая вот капусточка продается. Дата изготовления у нее 4, 2, 21, срок годности у нее 10 суток. Я уже не знаю, там плесень в этих огурчиках, вон она. А кто за вот этот отдел отвечает? Ты? Да. Как так можно пропустить на 5 дней просроченный продукт? Я... У меня выходной сегодня вышел. Не успеваю, видите, народ такой... 5 дней был выходной? А, да, вы тоже здесь правку устроили. Стоп, 5 дней был выходной? А? 5 дней был выходной? Нет, 5 дней не был. А у нас я... 5 дней уже просрочно лежит. Ну, народа не хватает, не успеваем. В смысле? Это не оправдание. Ну, че? А где работа есть, везде будет ошибка. А зарплату ты любишь получать? Ну, он че? А вы за эту зарплату будете работать? Подойдите, подойдите. Вы первый вопрос задаете, я отвечаю. А потом я тоже вам задаю. Ты не отвечаешь, ты уходишь от ответа. Вот объявление висит везде, работы не хватает. Ну, че? Я у тебя не спрашиваю про объявление. А кто ты такой? Тогда меня судишь. Еще ты говори мне, что я буду дворником работать. Кто ты такой? Ты работник данного предприятия. Ты работник и сотрудник данного предприятия. Да пошел нахрен мне. Который обязан смотреть. Я обязан. Ты свое обязанное сделано. Эта девушка что сделала? Что сделала? У нас камера все снято. У меня тоже все снято. А ты вот... И нас сколько клиентов поругался? Стариков не уважал. Молодых тоже. А ты свои права качаешь, а другие... О, хуй положил. Понял? Ты матом ты че орешь-то? Вот так. Ты че матом ты орешь-то? Стоп, ты мне не скажешь, кто ты такой нахрен? Покупатель. Потенциальный покупатель. Вот такой покупатель. Я выяснил, кто у тебя отвечает за этот тачал. Ты нервно играешь, блядь. Провоцируешь тебя, чтоб били тебя. Понял? А ты попробуй. А? А ты попробуй. Удаль. Ты ебаный-то, я так ебаный-то не буду. В том-то и дело, что ты не мужик. Это что такое вот? Вот честно, я зря тебя буду прощать. Мне опять позвонить сотрудникам полиции для того, чтобы их вызвать сюда что ли? У него его нет этого уровня развития вообще. Я это уже оценил только что. Это оценит еще... Сейчас тебя так отвалю, ты понял меня? Сейчас тебя так отвалю. Так отвалю тебе. Не провоцируйся. Сейчас ты меня отвалишь сам отсюда, ты понял меня? У тебя регистрация есть в этом городе? Я не устал, вот так не могу уйти. Регистрация, все в порядке у тебя? Я пошел ты нахрен, понял? У тебя с регистрацией все в порядке? Порядке все. Ты уверен? Понял. Просто меня вот так не дарут. У тебя проверить на регистрацию еще? а ты а продавая детское просроченное питание а что вы мне объяснили что объяснили ну-ка я не папка идиот чтобы тебе судя по тебе это видно что ты не папка идет от и папка идет которого нужно все по 10 раз которую нужно еще дополнительные очки приобрести с увеличительной больше отрасти а то у меня то ума добавилось прийти в магазин посмотреть просроченный 9 питание и вообще в принципе просрочно посмотри по всему магазину пройти еще посмотри а у тебя ума поход дела не хватает иди еще посмотри до сих пор еще тут а ты кто чего рот сейчас я дерну случайно камеру упадет имею ввиду да я чихнуть могу сейчас чихнул на камеру и пусть может 5 сразу говорю не решил напугать я говорю сейчас могу чихнуть камеры были пришел напугать мне что-то ночью ты щекотит у тебя да как может и болеешь коронавирусом поэтому щекотит потому что я фиксирую твои административных правонарушения так я разговариваю как мужчина да я в зеркало смотрюсь пока еще черта не видишь нет не вижу да я тебе говорю с ними убери камеру и пойдем пообщаемся как мужчины а ты не мужчина да получается на камеру пообщаться боишься что бросать пообщаться а не бросаться тебе на камеру ты пойдешь ли мне напишешь там туда конечно напишу потому что как-то таких как ты нужно сажать ты черт таких как ты нужно сажать рано или поздно ты получишь да очередь нужно выстроиться в очередь дойдет до тебя по не дойдет такие как ты долго не долго не ходит это эти засова ты че точно ты доиграешь ты уверен ты уверен назови свою фамилию чёрт в руках благами чтоб я потом узнал знали я не все оценивать оценил что ты черт оцените ты свое название и люди тебя тоже узнают ну бери камеру пойдем поговорим а что-то на камеру боишься что а зачем тебе фиксирует твои административные правонарушения которые сейчас происходит я тебе песков меда их разложу тебя ты прикрываешься камере боишься там подписчики подписчики my не то что детская питание продается в магазине ти все равно какие такие таких таких мужиков называют парашниками и а ты начал ее иди отдай продавцом скажи его уверен что я должен это делать не делай вынил нас кизмуз chama зимace мегай потому таких вот как ты что таких картыо называют люди парашниками ты сейчас пойми парашника или че на оскорбился пишет для кого оскорбился Все в рамках закона Российской Федерации? Или ты по понятиям живешь? Ты по понятиям живешь? Ответь на вопрос, ты по понятиям живешь? Я тебе еще раз повторяю. Ты еще раз повторяю. Все мне с тобой разговаривать не о чем. Че такое? Запнулся просто. Только не убегай. Только не убегай, ладно? Только не убегай, если ты мужик. Ты мужик? Только не убегай. Или ты трус? Я вызываю сюда сотрудников полиции. Из магазина я не выдал. Здравствуйте. Когда у нас приедут сотрудники полиции? Вы оставляли обращение? А как вы думаете? Я вас расширю. Какой адрес указывали обращение? Невский проспект 91. Магазин Дикси. Ваше сомнение и имя отчество? Яковлев Кирилл Викторович. Телефон контакт. С того, которого звоню. Вот так вот. Управляющая магазина Мария Александровна. Ни в коем случае не звоните ей по номеру телефона. По 13.02.2021 года. Вон он стоит. Здравствуйте. 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 Система 6-го, 2-го пальца. Семен Педоров. Переполномочник. Так, лейтенант в позиции Федоров Анатолий Александрович, да? Алексей Ильич. Алексей, извиняюсь. Ну а как вам обращаться? Меня зовут Кирилл. Кто вас не расшел? Произошло вот продажа просрочки. Чек. Это что вы приобрели, да? Да. Реализация просроченных продуктов. Вот. Детская. От 10.02.2021 года. Детское питание. Сейчас я вам покажу. Вот оно. Здесь, соответственно, я усматриваю, как гражданин Российской Федерации. 238-й УК РФ часть 2 пункта. Реализация просроченных продуктов. Можно чек у вас, чтобы я приобщил к материалу, чтобы... Да, вы в принципе возьмете его, потому что у меня сейчас делает возврат, я его к материалам делом приобщу, к оригиналу чеку. Возврат, чтобы... Либо оставить на ответственное хранение под расписку данному гражданину, который, соответственно, сейчас являет аршем в магазине. Все, что от вас требуется. Привет. Также на меня здесь произошло нападение. Я не просто гражданин, еще являюсь сотрудником СМИ. На фестарте было совершено нападение. Прошу потом нападение человека, человек, соответственно, ударил меня ногой. Соответственно, я буду просить изъятие камеры видеонаблюдения для того, чтобы его установить личность для привлечения к уголовной статье 144-го колоннного кодекса Российской Федерации за нападение на журналистов. Продолжение следует...